Доброе утро! В эфире новости моей Удмуртии в студии Марина Баль и в начале выпуска коротко о предстоящих событиях наступившего дня. Сегодня вступают в силу изменения в правила дорожного движения. В первую очередь они касаются скоростного режима. На магистралях водителям разрешат разгоняться до 130 км в час, на обычных трассах до 110 км в час. Но до этого в резиденцию главы республики пройдет рабочее совещание по проблемам развития спорта. У Глазовчан сегодня последний день, чтобы отметить своего лучшего дворника. В городе проходит конкурс. Победители выбирают сами жильцы путем интернет-голосования. Лучших дворников поощрят денежными призами, которые вручат в день города 7 сентября. Школьная ярмарка открылась в Ижевске. В течение месяца горожане и гости столицы республики смогут прикупить все, что необходимо для учебы в одном месте, на центральной площади. Надежда Николаева изучала цены и ассортимент. Собирать ребенка в школу семья Храбровых начала еще в начале лета. Сегодня докупают констовары и тетради. Вот внучку собираем в школу, в третий класс. Хотим, чтобы у нее все было готова была полностью к школе. Стараемся все российское брать. Не китайское, а вот такое. Чтобы все яркое было и качественное. Первоклассница века к учебе уже готова. Родителям сборы в школу вылили скругленькую сумму – более 15 тысяч рублей. Две сто форма. Плюс там блузки отдельно, плюс там колготки и обувь. В общем, очень дорого. Сэкономить родители смогут на учебниках. С этого года их будут выдавать бесплатно. Однако на центральной площади их все-таки продают, но в одной палатке. Покупателей особо нет, говорит продавец. Однако даже за минусом этой расходной статьи далеко не каждая семья так просто собрать ребенка в школу. Тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации, готовы помочь соцработники. Сделать то же самое предлагают и другим неравнодушным жителям республики. Второй год в Удмуртии проходит благотворительная акция «Помоги собрать ребенка в школу». Приносить можно, как я уже сказала, канцелярские товары, тетради, дневники, ранцы, карандаши, фломастеры. Ну, все школьные принадлежности. Конечно, желательно новые. А приносить можно к нам в комитет по делам семьи. Мы принимаем в течение всего рабочего дня. В этом году акция проходит во всех районах республики. Помочь семьям может любой желающий. Подарки будут принимать до 1 сентября. Надежда Николаева, Руслан Уриахметов, телеканал «Майя Удмуртия». Ижевские дороги снова в центре внимания. В неплановый рейд накануне вышли народные контролеры, экстренно среагировав на жалобы горожан. Анна Ковырзина продолжит. Людмила Шадрина каждое утро добирается по этой дороге на работу. Правда, дорогой, говорит этот участок, напротив первого корпуса УДГУ назвать сложно. Сколько уж машин колеса оставляли в этих ямках. А вот особенно вот сейчас, не дай бог, зазеваюсь, пойду, обольет с ног до головы грязью. Бороться с бездорожьем Людмила решила с помощью народного контроля. Подала заявку в республиканское отделение общественного движения. Ждать ответа долго не пришлось. Контролеры приехали сами и привезли с собой ответственных за городские дороги. На сегодняшний день в центре города, в центре города, вот такие вот ямки. Чем можно это объяснить? Улица Красногеройская, она у нас сегодня в дополнительном перечне, поэтому вкладывать сюда серьезные деньги на ямочный ремонт, это просто, на наш взгляд, неправильно, поэтому в ближайшее время здесь должен начаться ремонт. Ремонт на Красногеройской, обещают чиновники, начнется уже в августе. И добавляют, на тех улицах, где ремонт не запланирован, но требуется, как минимум, залатают дыры. Деньги на это есть, это точно знают народные контролеры. Ямочный ремонт, он должен быть сделан везде. На эти цели есть определенные средства, 20 миллионов в бюджете города Ижевска. Израсходован пока только наполовину, так я понял, у города. Есть возможность ямочный ремонт еще провести. Здесь, в городке Металлургов, ремонт уже идет. Это двор в сотни тех, куда этим летом зашли дорожники. Работы, казалось бы, ведутся по нормативам. Подрядчик сделал склон, чтобы не было луж, а ставил место для парковки. Но у контролеров претензии есть. Есть и брак, который сегодня, вот сегодня его еще переделать, я думаю, что много ума не надо. Но когда будут ложить асфальт, и если подрядная организация будет относиться к укладке асфальта, и будет ложить на такое покрытие, ну грош цена тогда такой подрядной организации. Недочеты дорожники обещали устранить. Исправляться в этом году пришлось уже пяти подрядчикам. Качество ремонтных работ в этом году под особо пристальным контролем. Не случайно. Ижевск в этом году получил беспрецедентную сумму на обновление своих дорог – один миллиард рублей. Анна Ковырзина, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». 300 земельных участков город сможет предложить многодетным семьям. 90 уже переданы будущим владельцам, остальные в стадии подготовки. Участки, расположенные в микрорайонах Медведева и Люли, на них претендует около 370 семей. В городской администрации надеются, что часть из них все-таки воспользуется предложением главы республики и вместо земли выберет участие в программе «Жилье молодым семьям». Для многодетных семей появится альтернатива строительству, потому что, как вы знаете, всю землю для того, чтобы там можно было строить и проживать, необходимо обеспечивать коммунальной инфраструктурой, транспортной, социальной. То есть это и детские сады, и школы, и дороги, и сети, и все остальное. Это огромные затраты. И сама стройка, она не дешевая, как вы знаете. То есть многодетной семье достаточно сложно, ну и, впрочем, как и любому человеку, достаточно сложно быстро построиться, потому что это огромные деньги. Альтернативный вариант для многодетных семей действительно может быть выгоднее. Во-первых, квартира уже готова к проживанию. Во-вторых, за рождение третьего и последующих детей они получат деньги на погашение льготного кредита. Кроме того, цена за квадратный метр для многодетных родителей будет ориентировочно на 3000 дешевле, чем для других участников программы «Жилье молодым». Качество нового асфальта оценили в Глазове. В северной столице республики работала дорожная лаборатория Минтранса. На соответствие ГОСТам проверили не центральные улицы, а окраину города. Там гравийные дороги делают асфальтовыми. Восемь участков уже готовы. Вердикт лаборатории изъянов нет. «Можно бесконечно ремонтировать центр города, мотивировать тем, что больше нагрузка транспортная и так далее. Но когда мы забываем про периферию, мне кажется, что мы тем самым несколько обделяем тех людей, которые живут на окраине. Они тоже наши горожане, они тоже достойны ходить по нормальным дорогам». Глазов в этом году из республиканского бюджета на свои дороги получил 40 миллионов рублей. Средств хватит и на то, чтобы отремонтировать несколько дворов и привести в порядок крупные магистрали. Неординарное событие в культурной жизни Ижевска. Своей работы публике представила известный российский скульптор, работающий с дикой шерстью в жанре «мокрое валяние». Почему Ирина Андреева назвала свою экспозицию «Узелки на память», выяснил Дмитрий Вороновнин. Руки известного московского художника Ирины Андреевой – это две сплошные мозоли, особенно в период созидания, когда сутками не выходят из мастерской. Десять лет назад, выбрав для себя работу с дикой шерстью в технике «мокрое валяние», Андреева добровольно подписалась на совсем не женские муки творчества. «Мокрое валяние – физически сложно. Это горячая вода, от постоянного трения сильные мозоли, болят суставы, болит спина. Есть какие-то очень сложные, большие вещи. Даже те же валенки – это тоже крупный, считается, объект. Сложен в изготовлении». В Ижевск мужественная женщина привезла выставку «Узелки на память», выставку уникальную, где каждый войлочный экспонат – настоящая изюминка и шедевр. Все сюжеты деревенские, сотканные и сваленные из воспоминаний детства. Это, например, трогательный сельский интерьер бабушкиного дома с дребезжащим рукомойником, или кусты смородины за занавесками в оконном проеме, или горячие пироги, отражающиеся в старом самоваре. В такой сложной и кропотливой работе важна каждая деталь. «Ирина обращается к тому, что дорого абсолютно каждому человеку. То, что каждый человек стремится сохранить во что бы то ни стало. То, что возвращает человека к его человечности. Вот эти вот золотые зерна душевного тепла и трогательных воспоминаний, принесенных из детства, они воплощены, сконцентрированы в уникальной войлочной скульптуре Ирины Андреевой». А это самая дорогая и любимая работа художника, рядом с которой всегда аншлаг. По оценке британских экспертов, ее стоимость не менее 100 тысяч долларов, но Андреева не продаст ее никому и никогда, потому что войлочное окно с фотографией мамы – настоящий талисман. «Фотографии, которые висели всегда над окном, вот в том старом исполнении, натянутые на картоночке. Ну, в данном случае сейчас они сделаны из войлока. И для меня всегда было дорого, когда я приезжала на каникулы к бабушке, я всегда разглядывала в первую очередь почему-то эти фотографии над окном». Ирина Андреева пообещала, что в течение года привезет в Ижевске еще одну выставку с не менее захватывающими сюжетами. На этом у меня все. Удачного вам дня и до встречи.